Привет, Нотвинкл! Сегодня ваша любимая тема – новая порция битвы и сражений животных, которых вы точно еще не видели. Это уже одиннадцатая часть. Жмите на колокольчик и начинаем! Начнем с самого сумасшедшего момента. Мужчина в Канаде отправился на рыбалку и на другом берегу заметил двух орлов в гнезде. Внезапно появился медведь, который заметил на дереве движение и решил пробраться наверх, чтобы проверить обстановку на что-нибудь вкусненькое. В течение 15 минут медведь карабкался наверх, отбивался от атак двух взрослых орлов родителей. В конце самое интересное. Медведь скарабкался на гнездо, вцепился в довольно крупного птенца зубами и потащил его на землю для поедания. Дальше самка леопарда, которая после успешной охоты уже затащила на дерево небольшого дукера. Но вы только посмотрите, из ниоткуда на дерево выскакивает ее крупный 16-месячный детеныш и после небольшой схватки ловко украл добычу у матери и спрыгнул с туши из дерева. Непонятно, что это было, обучение или кража у матери, но молодому самцу сразу пришлось скрываться от гиян на сухом стволе дерева. Дальше леопард перенес добычу на более безопасное и крупное дерево, где вся семья приступила к поеданию. Дальше классика. Красивая и зрелищная погоня львицы за антилопой в заповеднике Масаймара. Незадачливая антилопа приложила колоссальные усилия, чтобы убежать, но на ее пути оказался небольшой водоем, в который она прыгнула и потеряла драгоценные секунды. Львица оказалась проворнее, она догнала и набросилась на добычу. Невероятные кадры, антилопа повержена. Следующее безумное наблюдение произошло в национальном парке Крюгера. Птица-носорог уже убила довольно крупную змею, но она недооценила всю опасность такой добычи. Змея отомстила птице даже после смерти, ведь при попытке проглотить рептилия застряла в горле птицы. Люди в течение примерно 45 минут наблюдали, как птица не могла ни проглотить, ни отрыгнуть большую змею. Она даже упала на землю, и туристы подумали, что она погибает. Но внезапно чудесным образом птичка встала и сумела отрыгнуть змею. Надеюсь, второй раз она ее глотать не будет. Леопарды – непревзойденные хищники из засады. И этот новый момент отлично это подтверждает. Антилопа спряталась в высокой траве и решила вздремнуть, но леопард нашел его. Тихонько подкрался на максимально близкое расстояние и атаковал. Красивая атака и мертвая хватка за горло. У антилопы нет никаких шансов на спасение. Ну и как же без красивого нападения крокодила из засады на водопоя. Осторожная антилопа медленно наклоняет голову, чтобы напиться из, казалось бы, безопасной спокойной воды. Хищный крокодил, как всегда, застает свою добычу расплох и цепляет за рога. Хищник бросает ее в воду и тут же отпускает. У антилопы был идеальный шанс, чтобы убежать и спастись, но она, похоже, была дезориентирована и не успела убежать. Вторая атака крокодила была очень точной и теперь вырваться она не сможет. Если вы не знали, то ослы часто используются как новая тенденция для защиты скота от диких животных. Осел очень эффективен против мелких хищников, таких как шакалы, лисы, койоты и, как видите, даже против больших кошек. Снежный барс вцепился ослу в шею, но он и не думал сдаваться. Ослик таскал барса по пулю, а потом сам начал кусать, после чего кошка сразу же отпустила и поняла, что надо убегать. А вот и погоня стаи волков за ослом, который уверенно убегал и защищался, но так как запись обрывается, чем закончилась эта погоня, остается загадкой. А так выглядит зима в Африке. Относительно холодно, так что крокодил реагирует медленнее и из-за этого он подвергся нападению льва. Кадры реально уникальные, лев кусает большого крокодила за шею, как какую-то антилопу. Дальше присоединился весь львиный прайд, но крокодил не сдавался и как мог тоже пытался укусить льва. Но оказалось, что прокусить толстую кожу не так-то и просто, и когда лев отпустил, зубастый медленно пополз в воду. Дальше лева тащила крокодила назад за заднюю лапу, но ему в конце концов удалось сбежать и скрыться в воде. Чайки на Фолклендских островах должны всегда быть в состоянии повышенной готовности. Каракары наблюдают, и как только родитель оставит яйцо без присмотра, хищная птица сразу его утащит и съест. У пингвинов та же проблема. Их птенцов каракары могут нагло утащить прямо из-под ног родителей, и помочь им уже никто не сможет. Дальше небольшой питон, который просто приблизился к большой колонии африканских муравьев. Змея сделала большую ошибку, она решила идти напролом, не обращая внимания на крошечных насекомых. Но муравьи такое не прощают, они с каждой секундой все больше облепляли питона, и в конце концов он просто перестал двигаться и стал для муравьев большой и длинной закуской. Семейство птиц дикопов сделали гнездо прямо на песке кишащего крокодилами пляжа, так что теперь им все время нужно отгонять этих зубастых хищников. Но еще им нужно бороться с незваными гостями, такими как этот варан. Птицы вместе расправляют крылья, стараясь отпугнуть и прогнать ящерицу подальше от своих яиц, и на этот раз им это успешно удалось. Леопарды – очень хитрые животные, охотятся из засады и могут просидеть там очень долго. Обычно они ждут, пока добыча окажется в наиболее уязвимом месте и только тогда атакуют. Этот хитрец дождался своего момента и успешно повалял на землю крупную антилопугну. Дальше – душераздирающая сцена. Стая карликовых мангустов по очереди атакует небольшого кролика, не проявляя к малышу никакой пощады. Все закончилось очень быстро. Во время переправы через реку молодая антилопа Гну прекрасно видела всю опасность. Крокодил плыл сзади, но при выходе из воды антилопа не спешила и была атакована зубастиком. Началась схватка, крокодил пытается затащить добычу в воду, а антилопа проявила большое упорство и силу, все время стараясь вырваться. Удача была на стороне Гну, крокодил ослабил хватку и она выжила. Дальше – невероятная сцена сражения шершня с муравьями за воду. Маленькие насекомые окружили небольшую лужицу воды, но шершню все это очень не понравилось. Он начал по очереди уничтожать и раскидывать в разные стороны муравьев и у него это хорошо получалось. Но если муравьев много, шершень и сам легко может стать их добычей. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно, так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии, до встречи в следующем видео!